Всем доброго дня! Кто ко мне зашел на канал, меня зовут Валентина. Сегодня я бы хотела поделиться очень хорошим огородным лайфхаком, которым я пользуюсь уже несколько лет. Сегодня у нас 24 июня и я собрала сегодня, помимо огурчиков, которые у нас пошли, и лук уже созревает полностью, скоро будем собирать, я сорвала сегодня вот такой кодкачан, пекинский, или как называют его китайской капусты. Садила я ее в апреле месяце, и вот полностью мы май-июнь месяц кушали эту капусту. Второй этап у меня будет осенний, и я вам покажу метод осеннего этапа 2018 и весна 2019 года. Очень хороший лайфхак, может кому пригодится. Давайте посмотрим. Китайская капуста, вот эта пекинская, плохо переносит пересадку, поэтому ее надо выращивать путем посева в открытый грунт или же в горшочке. Рассаду в возрасте 25-30 дней высаживать по схеме, вот как у меня, 35 на 25 для ранней продукции, или 70 на 30 для получения большей массы. Чтобы получить высокий урожай, необходимо сеять семена или ранней весной, вот, а лучше, конечно, во второй половине лета. А при посеве в мае и в июне растения быстро цикуются и зацветают. Для того, чтобы наша капуста завязывалась в кочаны, а не гнала листву в стороны, мы делаем вот такой огородный лайфхак. Берем старые колготки, любые можете взять, вот, и режем на такие вот малые полосочки, вот на такие, где-то сантиметров 3-4, чтобы они свободно вот так вот растягивались. Я нарезала вот таких вот, видите, резиночек столько много, и сейчас начнем мы их завязывать. Берем, вот он лист, листовой этот кустик, он спокойно вот берется, вот так вот, и одевается. Листики оно сильно не притягивает и очень даже хорошо. И сворачиваем. Вот, берем. Вот он свободно. Вот так. И так проделываем мы со всей этой капустой. Вот так вот мы завязали нашу капусту. Вот рядочки все. И ее чаще нужно поливать, потому что она очень любит влагу. Резинки они не жмут в капусте, она будет спокойно завязывать качан. Прошла неделя, как я завязала. Давайте посмотрим, как идет у нас завязывание капусты. Вот он, видите, все-таки действительно вот он идет, качанок. Вот он, видите, завязывается как. Вот он. Развернем сейчас. Вот он. Полным ходом завязывается. Значит, метод этот работает. Мы продолжим. Пускай завязан он будет. Вот он, нитка эта не мешает. Вот он свободно. Давайте посмотрим еще. Вот он тоже завязывается. Давайте посмотрим еще какой-нибудь из них. Давайте этот посмотрим. Развяжем. Развяжем. Вот он, видите, тоже самое завязывается качанок. Так что метод этот работает. Можно использовать без проблем. А вот оставила два без завязывания. Вот, как видите, не завязывается. Значит, мы тоже самое сделаем такую процедуру. И пусть он растет вот таким методом. Завязывается. Вот так. Вот так. Вот он, пекинскую эту капусту. Нужно, чтобы завязывались качаны, обязательно ее завязывать сверху. Сейчас покажу. Чтобы завязывались полностью качаны, нужно собрать вот эти листики. Вот так вот вернуть. И будет завязываться качан. Прошло определенное время. Сейчас мы посмотрим. Некоторые качаны я связывала в макушке. А некоторые я оставляла. Посмотрим, завязались ли они или нет. Вот он рядышком. Не завязанный. Вот как только-только еще он формируется. Наверное. А этот сейчас откроем. Я накрываю. Вот он. Видите? Вот он. Вот он здесь уже качанчик формируется. А рядышком он еще только начинает. Сейчас вот он не завязанный был. Вот он. Сформируется он или нет? Не знаю. Вот он рядышком завязанный. Сейчас мы развяжем. Вот. Сорвала лист. Да. Вот он. Видите? Как качаночек завязывается. Вот он. Завязывается качан. Значит, вывод делать. Нужно обязательно завязывать сверху листья. Спасибо. Спасибо. Спасибо.